Дорогие друзья! Дорогие друзья! Мы слышим обещания нового президента Украины. Последние шесть месяцев в сетях массовых информаций мы много слышали, что на Украине процветает антисемитизм. Мы слышали, что притесняются еврейские общины, что некие нацисты, бендеровцы, националисты сжигают синагоги, били евреев, гнали и всячески угрожали расправой над Божьим народом. Мы слышали это в многих местах, к нам звонили, к нам, нас спрашивали, что происходит. И вы знаете, таких моментов геноцида в истории нашего народа было весьма много. И даже если, может, кто-то захочет еще раз повторить эту кровавую историю, может быть, так и будет. Но сейчас на Украине мы с вами переживаем новый день в истории Украины. Я хочу, чтобы вы услышали мое сердце. И по этой причине у нас сегодня хороший праздник. Он не просто у нас строится, не просто у нас идет праздник Шаваот, обновление, но признаки нового, новый снов. Я буквально вчера ехал 50 километров от Одессы и увидел поле с ячменем. Знаете, я был рад. Я за много-много-много лет первый раз увидел овес. Знаете, вот, что растет. Я видел поля именно со всяким. А вот в этот раз я увидел то, что много раз не видел. И мне как бы почувствовало, что новое что-то приходит, нечто особенное. Почему так важно этот день? В чем уникальность событий Украины и библейского праздника? Давайте мы с вами немножко рассмотрим. Во втором законе 16 глава говорит, когда ты совершаешь праздник седьминец Господу, то есть день Пятидесятницы, Богу твоему по усердии руки твоей, сколько ты дашь? Смотри по тому, чем благословит тебя Господь, Бог твой. Знаете, это новый день. Бог говорит, это новое. Выходи в новый образ, нового обновления для твоей жизни. Поэтому, когда ты придешь на праздник, этот праздник Господе, приноси то, чем благословил тебя Господь, тем урожаем, который дал тебе Господь. Моя молитва сегодня очень большая, сильная молитва за урожай в Украине. Не только духовный, но и физический. Проезжая полями, смотря уже, когда пшеница вот-вот, та зима, которая вот-вот уже дозревает, я молюсь, чтобы ни какие-то природные катаклизмы не смогли нарушить то, чем благословил нас Господь на этой стране. В этой прекрасной, плодовитой стране. Веселись перед тобой, перед Господом, Богом твоим. Ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и рабыня твоя, левит, который в жилищах твоих, и пришелец, то есть все остальные сирота и вдова, которые среди тебя на месте, которое сберет Господь, Бог твой, чтобы пребывало там имя Его. И если вы сегодня, может быть, смогли посмотреть вот инаугурацию президента, где он в молитве, была, и шла молитва, где он благодарил Бога, где вот это, о торжественном таком состоянии, вот то место, которое, наверное, для нас нужно было услышать, что наш путь мы берем к тому, чтобы были свободны, без коррупции. Мы двигались к новым целям. Помни, что ты был рабом в Египте, соблюдай и исполняй постановление сии. Знаете, веселиться и радоваться касалось не только евреев. Веселиться и радоваться касалось всех, кто участвовал в этом празднике. И традиционно в синагогах читается книга Руф, как прообраз Богорасположения. И я думаю, что это весьма символично для сегодняшнего времени. Сегодня, или там несколько дней назад читали Руф, именно та женщина, которая не являясь еврейкой, проявила к евреям благосклонность, за что получила Божье благоволение. И я верю, что такой союз евреев и неевреев в нашей стране может быть именно прообразом нового движения, нового обновления. Это прообраз многоциональной современной Украины. Вы меня простите, что так сегодня подвожу к тому, что происходит сегодня на Украине. Но все равно я верю, что это прообраз для нас сегодня. То есть современной Украины, где евреи могут жить среди неевреев. И даже стать героями современной эпохи. Они могут стать героями, патриотами украинской армии и войти в небесную сотню. Может быть, много из вас не знают, но за эту свободу единства народов и веры умер один из наших братьев евреев, мессианских евреев, который был расстрелян в те дни на Майдане. Он стоял за свободу, стоял вместе с украинцами, чтобы видеть вместе будущее. Он не дожил до этого времени, он ушел в вечность. И мы на самом деле, знаете, сегодня подтверждаем то, что не зря многие люди, многие евреи, оставаясь в этой стране, показывают свое единство с этим народом. Мы понимаем, что в книге Руф показывается разнообразный фон обстоятельств. Но самое интересное, это то, что в этот праздник, праздник Шаваот, она пришла на поля Израиля. Была жатва ячменя, была жатва пшеницы. И это очень важно. В этой картине, в этой книге можно красной нитью увидеть, как Бог имеет благоволение к народу, с которым нельзя было иметь никаких общений. И вдруг она, которая, не имея никаких прав, есть права по закону. Если посмотреть закон Израиля, были права или же обязанности родителей перед детьми, перед родителями, были обязанности отношения мужа и жены. Но никогда не было ответственности вдов перед своими, перед родителями умерших супругов. Закон не смотрел на это. И вдруг посреди этого варианта, как бы непродуманного варианта, Бог показывает, что фактически есть что-то большее. Когда будешь сжать жатву на земле вашей, не дожиная до края поля, откладывай немножечко в сторону, чтобы те, которые бедные, несмотря на то, что они евреи или не евреи, они имели возможность быть пропитаны, то есть напитаны тем хлебом, который есть. Мало того, Ваоз, который здесь прообразом является Мессией, таким вот спасителем, он делает больше, чем требует от него закон. Больше, чем закон. Он мог не приглашать Руфь к обеду, к пище, к воде. Он мог бы даже не откладывать, ну, как бы сказать, то, что было, то могла собрать. Но он приказывает своим слугам немножко больше откладывать. Вы знаете, это картина, которую многие люди не видят, что Бог имеет благоволение ко всем народам. И если есть какое-то признание в еврейском народе и к еврейскому народу, к его богоизбранности, то в этот момент, в этой книге показывает, что Бог заботится и о тех, которые не от еврейского народа, с одним условием, что твой народ будет моим народом и твой Бог будет моим Богом. Вы знаете, на Украине сегодня многие евреи, они тоже, может быть, пришельцы. На самом деле, мы, может быть, родились здесь, мы выросли, может, многие поколения мы прошли, но есть у нас земля обетованная, Израиль. Здесь мы пришельцы, мы чувствуем себя тоже, может быть, пришельцами, мы как Руф, которая пришла в Израиль, но мы здесь, чтобы быть одним целым с народом Украины. И это разнообразный народ. Здесь есть и болгары, здесь есть и поляки, здесь есть чехи, венгры, здесь есть русские, здесь есть греки, здесь многонациональный народ, особенно еще в Одессе. Мы часть народа, который здесь Бог собрал. Мы не можем себя делать отдельным. И знаете, когда вот этот момент происходит, где Ваос просит дать немного больше хлеба, это, знаете, откидывать хлеб или пшеницу, эту колоски для Руфи, я вспоминаю сразу историю, которую мы читаем в Новом Завете, Быхаташа, где Ишуа становится таким же самым прообразом для неевреев. Матфея 15, глава 22 стих. Вот женщина, хананянка, выйдя из тех мест, кричала ему, помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется. Но он не отвечал ей, ни слова. И ученики его приступали, просили его отпустить ее, потому что она кричит за нами. Вы встречали таких людей, которые кричат вслед вам? И вы думаете, ну, ну, слушай, стыд духа какая-то, ну, поскорее бы избавиться от этих людей. Но Ишуа не обращал внимания. Он же сказал в ответ, я послан только к погибающим овцам дома Израилева. Он полностью игнорирует ее. Но вдруг она, говорит, она подойдя, кланялась ему, говорили, Господи, помоги мне. Он же сказал в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и бросить сам. Нехорошо брать хлеб и тебе откладывать, именно, чтобы вы были сыты. Вот картина, которую мы видим с Руфью и Ваузом, происходит и здесь. И вдруг эта женщина говорит, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стол Господ. Ишуа сказал ей в ответ, о, женщина, велика вера твоя, да будет тебе пожелание твое. И исцелила дочь ее. Посмотрите, это тот же прообраз. И этот хлеб, который должен падать, он по закону, он наш. Мы, как не евреи, или же другие, которые нуждаются, имеют право на этот хлеб. Но для этого хлеба нужно прийти верой. Мы видим, много еще есть прообразов. Но здесь, во время Шаваот, Шаваот, это праздник, как седьмин, обновление хлеба. Приносили хлеб пред Господом и приносили его, как новое, новое бюджетоприношение. Часть хлеба. Я не буду читать этих всех мест, но в этот день также и происходит нечто особенное. Ишуа говорит, что он должен уйти, чтобы пришел утешитель, чтобы пришел тот, кто поможет. И помощник. Это слово очень, слово параклетос, помощник. И это слово используется несколько раз в Новом Завете, и где-то пять раз, и четыре раза Иисус говорит, он говорит, этот помощник, он наставит вас, он поможет вам, он должен прийти, когда я уйду. Эта личность становится частью для вашей жизни. Ну, очень интересно происходит, что в этот день, День Передесятницы или Троицы, на День Шаваот, когда евреи собирались все вместе, это обязательный праздник, что-то особенное произошло. Излияние Духа Святого, того помощника, который должен помогать каждому из нас. В чем его помощь? В чем его помощь? Да, мы понимаем, что только через силу Духа Святого мы получаем исцеление, освобождение, мы получаем просимое, но Писание говорит, он, Дух Святой, придет и обличит этот мир в правде, грехе, да, и в том, что будет суд. Это часть Духа Святого. И я вспоминаю, что когда мне было сложно в своей жизни, я принял Иешуа Мессию не в собрании, а когда мне было очень сложно, и я был в таком состоянии, где я призвал, я чувствовал, что я могу не дожить до утра, я почувствовал, что это время греха, оно было настолько сильно, оно обличало меня, Дух Святой меня начал обличать, и я к Нему обратился, чтобы Он пришел в мою жизнь. И этот помощник помог мне потом убедиться в том, что я дитя Божие, потому что Духом Святым мы испытываем внутри себя, что мы дети, мы знаем, что мы искуплены, мы знаем, что мы посажены на небесах. Именно Духом Святым нам приходит такое состояние, где мы утверждаемся, что мы Божьи дети. Но знаете, вот этот момент, где-то вот закона, где правильно делать, где неправильно, Израиль делал все правильно, но Ваоз и Руфь, как бы из закона взяли еще что-то большее, сделать что-то большее, доброго. И апостолы, не понимая, что Бог делает, могли противиться тому, что, и не могли понять, что Дух Святой мог бы открыться или злиться на все человечество. Они были в изумлении. Услышав апостолы и братья, бывшие иудеи, что язычники приняли Божье Слово, они удивились тому, каким образом, ведь это особенный подарок для нас теперь на шаваот, а этим хлебом нужно было поделиться, стать частью. Я верю, что это особенное. И Петр вначале именно начал говорить все по порядку, как все было. Я не буду это все зачитывать, но сейчас я бы хотел, чтобы мы сделали несколько вещей. Знаете, шаваот – это праздник Божьего Слова, дружбы и свободы. Дружба евреев и неевреев вместе. Мы можем делать намного больше. Прообраз общины, который оставил за собой Ишуа. Он говорил так, что у меня есть овцы из другого стада, и этих нужно привезти. Из двух сделать одно. И день Пятидесятницы троица смогла это сделать. Мы стали одним целым, потому что это прообразы хлебов, потрясения перед Господом. Новый праздник или же новое обновление для нас. Почему новое обновление? Обновляться можно сколько раз? Много раз. Когда приходит Пасха, это наше обновление, это начало вашего времени. Но Пятидесятница – это отсчет от Пасхи, чтобы получить еще новое, новую силу. И Ишуа говорит о том, что нам нужно принять Дух Святой. Я бы хотел, чтобы мы сейчас могли встать на наши ноги и помолились за единство. помолились за то, чтобы Бог дал нам на самом деле понять вот эту особенную позицию евреев и неевреев вместе в украинском обществе или в других местах и особенно среди верующих людей, где прообраз Шаваотов, прообраз Троицы, Пятидесятницы делает этот день особенным, потому что в этот день на Храмовой горе родилась община, родилась церковь. Они пережили что-то новое, чего не было раньше. И я верю, что сегодня Бог для нас приготовил и исцеление, и освобождение. Он приготовил для нас единство. И Дух Святой сошел для того, чтобы принести нам и показать нам путь, истину и жизнь. Об этом молился Ишуа, Иисус, чтобы они были едины. Чтобы они были едины. Если вы на этом месте никогда не вас пригласили, вы никогда не молились в молитве покаяния, то есть примирение с Богом, это то, что приходит во время посещения Духа Святого. Когда Дух Святой обличает нас в неправедности нашей, и мы нуждаемся в Боге, в Его прощении, эту возможность, она у вас есть. Просто обратиться к Богу, сказать, я нуждаюсь в тебе. Сегодня этот день моего рождения, это мое обновление. Я нуждаюсь в тебе. Если вы здесь пришли, вы нуждаетесь в исцелении, если вы нуждаетесь в прощении, если вы нуждаетесь в обновлении, в отношениях обновленности с Богом, сегодня это доступно. Это будет доступно и завтра, и послезавтра, но сегодня этот день, сегодня день спасения, Библия говорит, сегодня. И когда в собрании таком многочисленном мы стоим, видим друг друга, у нас происходит нечто. мы берем на себя ответственность перемен. И я верю, что это для нас. Сейчас Наталья нас поведет в такой песне, молитве. Вот эта молитва пускай течет перед нами. Из нашего нутра, вот нашей внутренности, оно течет из наших уст. это молитва. Молитва, где Дух Святой прикоснется к вам и изменит вашу жизнь. Это молитва, которая изменит ваше состояние, ваше будущее. И я уверен, что Шаваот или Троица 2014 года на Украине это новое начало. Это новое начало для нашей страны. Я хочу верить в это. Я не просто хочу верить в это, я хочу знать, что моя надежда только в Боге и мое будущее только в нем. Но устраиваем им это все будущее. Мы своими молитвами, своими руками, своей верой. Мы, как верующие люди, становимся частью общества. Мы были всегда им. Но коррумпированное общество мы больше не хотим. Мы не хотим той коррупции, которая была, процветала раньше. Мы хотим нового движения. Мы хотим жизни без коррупции. Мы хотим видеть наших детей счастливыми. Мы хотим видеть нашу страну без войны. Мы хотим видеть процветание, чтобы строились синагоги, церкви, общины, детские сады, школы. Мы хотим увидеть будущее в преклонном возрасте искать. Мы пережили это. Но все начинается с обращения к Богу. Потому что Бог является творцом истории. Мы соучастники Его. Мы соучастники этой истории. А Он творит историю. Я хочу быть частью этой истории. Какая бы она ни была. Может быть для одних это страшный ужас каких-то времен. Но все равно мы прошли через это. Может для многих беженцев из восточных частей, из Крыма сегодня безнадежды, безнадега такая, знаете, будущего. давайте пригласим их, давайте их примем, давайте напишем им, что мы ждем их, мы хотим помочь им, мы хотим благословить их, мы хотим дать им надежду. Сегодня шаваот. Сегодня, может быть, на нашем поле нам нужно немножко больше в сторону положить того, в чем нуждаются люди, в чем нуждаются те, которых бросили, кинули, оставили, но они сделали решение следовать за Богом. Я уверен, что этот пример Руфи, оно поможет и вам сказать, твой Бог будет моим Богом. Твой Господь, твой Ишуа, твой Мессия будет моей Мессией. Он мой Мессия и не другого. И если вы хотите принять Иисуса, Ишуа, личным Спасителем, все, что нужно сделать, поднять ему руку и сказать, это я, приди в мою жизнь, измени ее, я хочу. Если вы отступники, я имею в виду, можно быть в церкви, но быть отступником, в сердце своем не чувствовать Бога, я прихожу, потому что, ну, надо. Я приглашаю вас принять дар святого святого Духа. Очень просто. Скажи, я без тебя не могу. Не могу без тебя. Не могу без тебя. Не могу без тебя. В этой песне именно об этом говорится. не прожить прожить и дня. Ты жизнь моя. Господь, не прожить и дня. Обращайся к нему сейчас. жизнь моя. Ты моя жизнь. Не прожить дня. Без твоей любви. Ты жизнь моя. Ершуа, не прожить и дня. Без твоей любви. Ты жизнь моя. Ершуа, не прожить и дня. Без твоей любви. прожить и дня. Позвольте прожить и дня. Без твоей любви. прожить моя. Ершуа, прожить и дня. Без твоей любви. ты 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 жизни ты жизни жизни и дня. прожить без без любви. ты жизнь моя. и Ершуа, не нужна твоя любовь, не нужна твоя любовь. Ершуа, любовь. Ершуа, не нужна твоя любовь, не нужна твоя любовь, не нужна Ершуа, Евразе! Ершуа, не нужна твоя любовь, Ершуа, Ершуа, не нужна твоя любовь, не нужна твоя любовь, не шума он изменит тебя как он изменил жизнь руки он изменил ее из язычницы из других народов она пришла к богу и нашла благоволение на стола на бабушке давида царя израиля она стала в одном родословии с иисусом мы верим которым за которого каждом храме говорят вторую молиться сегодня тот кто взял свои дыши свою свой крест наши грехи он поднес на себе твой грех и мой грех он взял на себя у тебя есть эта вникальная возможность начать все сначала что жизнь моя ты ешуа мне нужна твоя любовь 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 и ешуа о ешуа мне нужна твоя любовь и ешуа мне нужна твоя любовь Мне нужна Твоя любовь, Ешуа. Мне нужна Твоя любовь, Мне нужна Твоя любовь, Ешуа. 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 Ибо так возлюбил Бог мир, Что Он отдал Сына Своего единорудного, Чтобы всякий, каждый, кто поверит в Него, Не погиб, но умел жизнь вечную. Это касается Тебя. Если ты никогда не принимал Иисуса Лишь и Спасителем Твой шанс Твой шанс Войти в абсолютно новое Как вся страна Входит абсолютно новое Его любовь меняет тебя Если вам нужно исцелеть Поднимите к нему ваши руки Потому что как легко принять прощение Как легко сказать Господь Я прошу тебя прости меня Как легко принять свое усыновление Поверить Голгофу Так же легко Получить свое исцеление Через веру По благодати Вы, может быть, этого не заслужили Я этого не заслужил Но на Голгофском Христе Его с жертвами достаточно было Чтобы исцелить Оба-Ва-Имейшуа Месси Сейчас В день праздника Твоего Шаваот Радости и веселья Твой праздник свободы Ислей Господь на нас Твои дары Исцеления и освобождения Чудотворения Чудотворения Господь Исмененные жизни Которые Присоединяются сегодня К небесам Господь Пускай Твое исцеление Сейчас Не сойдет через Дух Святой И мы верим В Голгофскую жертву Что этого достаточно было Чтобы исцелить меня И я благодарен Тебе Что сейчас Те, кто смотрят нас По интернету По всему миру Они так же получают Это исцеление Господь Спасибо Тебе Потому что Как эта женщина Которая пришла Сказала Мне нужно исцеление Для моей дочери Нужно исцеление И вера ее Вера ее Смогла достичь Небес И еще Он сказал Вера Твоя Спасла Тебя Вера Твоя Спасла Тебя Иди Дочь Твоя Исцелена Иди Твое исцеление Сегодня здесь А ты получил Его Возьми его Через Голгофский крест Через Страдания Веси Это Сегодня Твое Эй Эй На душе Принимай Твое исцеление Через Твое Мне нужна Твоя любовь 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 Твоя любовь Мне нужна Твоя любовь Яшуа 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 он говорит такие слова скажи арону сынам его так благословляйте сынов израилев и говоря им знаете мы сегодня здесь стоим дети царя небесного потому что мы сотворены по образу подобие его никого-то другого хотя мы различны но мы его дети таким образом благословлять я хочу еще поприветствовать тех ту общину нашей белго-днестровского хава и шуа любовь и шуа спасибо что вы приехали из белго-днестровского молодцы я хочу над всеми нами произнести эту молитву да благословит тебя господь и сохранить тебя да призрит на тебя господь светлым лицем своим помилую тебя и обратит господь лицо свою на тебя и даст тебе мир таким образом пусть при призывают имя мое на сынов израилев и я господь благословлю и я в их хаду на ваш мое и когда данная по нового из этого а зата на еще в святое сам лето Шалом